Прямо в центре Соколовки, в этом дворе, по словам матери погибшего, и был избит ее сын. Никто не ожидал столь раннего ухода молодого мужчины из жизни. По словам близких друзей Максима Никишина, он работал, помогал родным и близким, был добрым человеком, прекрасно ладил с детьми. Человек был очень отзывчивый, очень добрый. Я не хочу сказать, что он был конфликтный вообще никогда. То есть он всегда заступался за младших, всегда заступался за девушек. Вывести на ссору, его было очень тяжело. Он всегда все решил словами. Никогда, чтобы там драки или что-то такое, такого не было. Теперь для близких Максима осталась только одна возможность вспоминать о том, что это был за человек. Никому плохо не делал. Только защищал всех сына. Да что же ты меня так там на бровне делаешь? Марина Шмелева, мама погибшего, находится в таком шоке, что во время съемок не сразу смогла найти кладбище, на котором похоронен ее сын. Хотя уже не первый раз посещает его могилу. Все как в тумане. Плачет, выкладывает любимые сладости Максима среди цветов. Она рассказала нам, что пыталась спасти его, когда тот пришел домой, избитый вечером 22 августа. Вся футболка сына была в крови, однако внешне трудно было сказать, что ранения смертельные. Он долго ходил по дому, говорил, что внутри все болит. Просил обезболивающие, заходил в ванную, становился под душ. Мама не решилась давать сыну обезболивающие. Его часто рвало. Она дала ему корвалол. Рвало его сильно. Кроволон выпил. Я вызвала скорую. Скорая приехала, он осмотру не дался. Не знаю, чего он испугался. Я занервничала, потому что сказала, что так-то может быть и не видно побоев, но внутри мог быть кровотечение открыться или что-то. В заключении о смерти причиной гибели Максима обозначены отек легких и поражение сердечной мышцы. После того, как сын отказался от осмотра скорой, Марина Шмелева оставила его, уйдя в другую комнату. Ей не спалось и к утру она, зайдя в ванную, обнаружила сына мертвым. Конечно, она обратилась в полицию. По ее словам, показания взяли и у друзей Максима, которые довезли его в трагический вечер до дома, и у тех людей, которые его избили. По словам родственников и друзей Максима, уголовное дело не возбудили. Им также пояснили, что причина смерти естественная. Родственники погибшего не согласны с этим вердиктом. Они считают, что Максим погиб именно в результате нанесенных ему травм. По факту смерти Рязанца, в настоящее время Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также обстоятельства его гибели. Уже по результатам полученных судебно-медицинских исследований, а также всех материалов, которые соберет следователь, будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела. Если будет установлено, что смерть Максима наступила именно в результате полученных травм, тогда здесь будет идти речь о возбуждении уголовного дела в отношении тех людей, которые это сделали. Родственники друзья Максима и сейчас находятся в напряжении. По их словам, они переживают из-за свое здоровье. Они сообщили, что причиной драки, в которую попал Максим, мог стать тот факт, что он заступился за свою маму. Дело в том, что этот конфликт уже был как бы развит, и есть некоторые люди, которые, да, действительно неадекватно относятся к его маме, и ему это было неприятно. Он выражал насчет этого свою точку зрения и защищал, отстаивал честь матери. По словам Татьяны, маму Максима до этого происшествия бывало оскорбляли или даже могли ударить. Все это делали жители поселка Соколовка. Однако, по какой причине происходили эти конфликты, друзьям погибшего неизвестно. Теперь им остается только ждать вердикта следствия, будет ли дело в дальнейшем направлено в суд. Близкие Максима очень надеются, что в вопросе его гибели будут поставлены все точки над «и».